Ртуть является веществом токсичным и относится к самому высокому классу опасности – первому. Если испарения ртути попадут в органы дыхания, это грозит серьезными проблемами со здоровьем. Несмотря на то, что в лампах и градусниках содержится небольшое количество этого вещества, все же не стоит забывать о том, что оно ядовито. Если градусник разбился, в первую очередь стоит открыть окна и переместить детей и животных в другое помещение, а уже потом особым образом убирать то, что осталось на полу. Если у вас такое случается, что градусник разбился, в первую очередь надо, конечно, принять все меры по безопасной его утилизации. То есть нужно градусник все равно открыть помещение, удалить детей из этого помещения, если есть животных, взять два листа бумаги, подготовить баночку с 1% раствором марганцовки и постараться эти шарики, которые у вас где-то выпали, этими бумажечками, листами собрать. Сейчас существует немало градусников, которые способны заменить ртутные. В любой аптеке на выбор могут предложить целый ряд более безопасной и не менее точной альтернативы. По безопасности, конечно, более современно они безопасны. Это электронные и инфракрасные. Самый простой ртутный, но даже сейчас они сделаны, что они в небьющейся оболочке. То есть даже если вы разбиваете, оболочка все сдерживает, то есть внутри он никуда не рассыпается. Точность у них погрешется небольшая, от одной сотой единицы. Дальше были выпущены электронные. По словам Ирины, хоть и медленно, но ртутные градусники уходят в прошлое. Мы решили выяснить у рязанцев, какими они предпочитают мерить температуру. Обычным. Ртутным? Да. Обычным ртутным градусникам все пользуются. Обыкновенным. Ртутным, да. Обычным. Ртутным? Ну, да. А вы знаете, как его правильно утилизировать? Вот если разобивается градусник, вы его куда одеваете? Собираем. Пакетик. И в мусорную. Вопрос безопасности ртутных градусников – это лишь одна сторона медали. Еще более остро стоит проблема утилизации. Чаще всего люди действительно отправляют отходы первого класса опасности в мусорную корзину, содержание которой впоследствии попадает на свалку, загрязняет атмосферный воздух и почву. На сегодняшний день в Рязани постоянно проживают более полумиллиона человек. Если каждый выбросит градусник на помойку, произойдет без преувеличения – экологическая катастрофа. Поэтому вопрос утилизации имеет важнейшее значение. В Рязани утилизацией отходов первого класса опасности занимается всего одна компания. От общения с нами там отказались. Зато в администрации города нас уверили, что в городе оборудовано 27 специальных пунктов для сбора ртутных ламп и градусников. Все они находятся в управляющих компаниях. Мы решили сами проверить эту информацию. Сейчас мы находимся у ЖЭО номер 20 и попробуем сдать ртутный градусник. В ЖЭО номер 20 действительно организован такой пункт. Но, по словам работников, приходит не так много жителей. Чаще всего самые сознательные. Заключен договор со специализированной организацией. Мы осуществляем сбор, хранение ртутных ламп, впоследствии транспортировку и платим за утилизацию. То есть, эта услуга платная. Контейнер, транспортный расход, утилизация – все стоит денег. Поэтому мы принимаем энергосберегающие лампы, градусники, термометры и подобные вещи. У своих жителей, с которыми у нас заключен договор управления, и которые нам платят деньги за содержание жилья. Для жителей таких домов сдать градусник и лампы можно бесплатно. Управляющие компании их хранят в контейнерах в специально отведенном месте. После чего осуществляется транспортировка и утилизация. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».